Добрейшего времени суток, всем продолжаем проходить Народную Солянку 2023 на движке ОГСР. Это уже 63 серия и по звуку вертолёта вы слышите то, что сейчас будет сходка авторитетов. И сейчас я буду молчать, потому что все будут говорить. Блин, ну надеюсь, тут пофиксили эту тему, то что шум вертолётов перебивает весь диалог. Точнее, это уже не диалог, а не знаю, короче, вы поняли меня. Потому что из-за вертолёта вообще нихера не слышно, чего они говорят. Но я сомневаюсь, что это вообще как-то пофиксили, это как-то вообще возможно пофиксить. Вышел патч, довольно крупный, потом скажу об изменениях. Сначала послушаем, что скажут наши многоуважаемые авторитеты зоны. Так вот, уже повысирались первые, как видите, тут самые разные авторитеты. И бандиты, и свободы, он даже бессмертный этот хер монолитовец. Прозрачный чёрт, он учёный, военный, бармен. Жалко, Сидра здесь нет. Короче, я опять попробую отбежать от вертолётов, чтобы вы всё услышали. Её беспокоит только один вопрос. Будет ли зона вообще после недавних событий в госпитале? Ходят слухи, что она рукотворна? Да. Давайте вести себя корректно. Все здесь собравшиеся уважаемые люди. И ни для кого не секрет, что сбор артефактов, деньги и прочее для нас не цель. Уже не цель. У нас это уже всё есть в достаточном количестве. Предоставим эти задачи вновь прибывшему за ножевой молодняку. Для нас зона – это стиль жизни. И мы не хотим, чтобы она исчезла. А поэтому адресу этот вопрос слегка. Насколько мне сейчас известно, с зоной ничего не случится. Как была, так и останется. По крайней мере, в ближайшем будущем. Те, кто думает, что она исследована, ошибаются. Загадок ещё полно. Это мы и хотели услышать. А насчёт зон влияния мы разберёмся после. Дядя Стрелок, неужели мне лететь с этими барыгами? И где дядя Клык? Муха, полетишь с моими друзьями. А Клык... Я передам ему привет от тебя. Призрак, док, пилигрим, не прощаемся. Я знаю, где вас найти. Главное, смотрите, чтобы с Мухой ничего не случилось. Я Клыку обещал. Да, Кузнецов, перед рюмкой доставь девочку своему боссу из Москвы. Глядишь, полковником станешь. Всё, народ, полетели по родным пеналам. Правда, опять полчаса, как гилька в банке сидеть придётся. Последний вопрос к собравшимся. Кто-нибудь знает, кто такой Фриц? Он в каске немецкой ходит. Нет, точно не наш. Немцев у меня нет. Наемник, наверное. Нет у меня таких. Не люблю я немецкие каски. Надо у науки спросить. Ну, за всех не скажу. Но это не мой подопыт. То есть, не знаю я такого. Похоже, стрелок либо кто-то что-то недоговаривает, либо никто из собравшихся действительно не знает. Э, а может он из какой новой группировки? Никто же не знает, насколько далеко тянется зона ЗЧС и кто там обитает. Вероятно, стрелок, тебе придётся выяснить это самому. Ладно, народ. Харе-базари. Ижу опять на конкретику потянуло. Залезайте в вертухи. Пора лететь. А то, похоже, ваши замы ждут не дождутся, что вы вообще не прилетите. Да, пора. Стрелок, ещё увидимся за рюмкой чая. Я на премис пока, а там видно будет. Муха, давай не отставай. Ждать нас не будут. Да, да, иду. Стрелок, пока и спасибо. И жду вас в уходности. Будь здоров, не забывай. Передай от нас привет теплому океану. Прощай, стрелок. Истинной зоны пока осталось для тебя секретом. Ну что, и нам пора. Для полноты картины не хватает только фауст патрона. И сбить этот улетевший вертолёт. Вот я сейчас крокодила разверну, да причешу тебя. А то, смотри, и звери нам в своей черепушке нет места. На лицо сползли в виде шрама. Пока, стрелок. Ещё увидимся. Ну, Пилигрин, конечно, кринж насрал. Какой тёплый океан. Это ещё звучало, когда ты им предлагаешь, типа, улететь в Америку вместе с ними, а они отказываются. Но тут это, я не знаю, не совсем понял, к чему он. Хз, может быть, после того, как... Я вот сейчас дошёл, да, может... Ну, скорее всего, разработчики я буду смотреть. Может, как-то удастся пофиксить то, что вертолёты слишком, может, заглушают всё это дело. Музыка, блин, играет. И там ещё между диалогом бармена и стрелка мало времени проходит. Не успевает закончиться одна реплика, как начинается следующая. Ну, и, как я понимаю, только если я выберу оживить муху, появляется у нас товарищ Архара. А может и нет, я не знаю точно. Короче, отличий мало. Вот, реально, практически всё то же самое говорят. Ну, я, пожалуй, подожду, пока музыка пройдёт. Я не могу читать диалог. Всё, музыка прошла. Привет, Архара. Ты опоздал, мальца. Элита зоны уже разлетелась. Поворчали, языки почесали, хвосты покрутили, успокоились и расстали до следующей сходки. Вроде всё неплохо, а на душе грустно. Что же дальше? Привет. Нет, я не торопился, и к элите, я считаю, не отношусь. Это их проблемы. Что дальше? Ты узнал прошлое, отдал многое ради жизни и всего одного человека, живёшь в настоящем. Основные проблемы решены. Что ещё надо для хэппи-энда? Раз уж ты здесь, ты уже втройне молодец. Немногие выдерживают. Кому скучно, для кого-то нет логичности, кому-то сложно и заумно, кто-то не любит убивать, кто трус, кто вообще идиот, а для кого-то мы идиоты. У каждого своя судьба и своя цель в зоне и в жизни. Ты выбрал свою, и выбор твой не столь уж и ошибочный. Поменять бессмертие на жизнь малознакомого человека, это не каждый решится. Да, но всё равно что-то не так. Друг погиб, арты и деньги мне не нужны. Я понял, что это не цель для меня. Может, раньше по молодости и была. Те, кто покрутится хоть пару месяцев в этой каше, понимают, что зона это стиль жизни, что-то особенное. И для таких она раскрывает свои тайны. Остальные просто уходят или гибнут. Я понял одно. Смысл жизни в дружбе, любви. Да-да, не смейся. Только пройдя школу разлуки, лжи, пусть даже убийств, начинаешь это понимать. Но многое сейчас я бы сделал по-другому. Я рад, что всё так. А насчёт по-другому, никогда не поздно начать всё снова с чистого листа. Кстати, что-то ты расслабился. Часть вопросов так и осталась неразрешённой. Да, но они уже мало существенны. Пойду на ЧС схожу. Призрак сказал, что он там клыку очередной крест поставил. И на этот раз последний. Ну, если зрение мне не изменяет, то далеко идти не придётся. Да, чуть не забыл. Телепорт выхода находится у ворот. Я не прощаюсь. Возможно, наши пути ещё пересекутся. Это почему не надо далеко идти? Иногда тебя не понять. Ладно, не прощаемся. А далеко не надо идти, потому что мы возвращаемся сюда. И... И, мать твою, что дальше? Короче, тут должен кто-то появиться. А я помню, я что-то там убегал. Куда-то на какие-то локации ходил. А оказывается, нужно было тут постоять. Блин, все так прощались со мной всё это время, будто я умираю или навсегда ухожу. Короче, клык жив. Да. Бам-бам-бам. Неожиданный поворот. Клык? Какого охрена? Привет. Да, получилось немного некрасиво. Старею, наверное, не выдержал. Никто не должен был узнать, что я живой. Мне нужно немного времени для проверки одной догадки. Ах ты, перец бородатый. Ты что, не мог сказать? Или мы уже не команда? Я же видел взрыв. Там рвануло так, что чуть станция не разлетелась. Именно потому, что ты потратил единственный артефакт в зоне на жизнь девочки, я и не выдержал. Вот пришёл сказать спасибо. А насчёт взрыва? Вот это мне и надо разведать. Перед тем взрывом я перехватил разговор этого звездочёта. Оказывается, его целью и была эта бомба. Она сделана на основе артефактов. Это была, как я понял, пробная версия. Где-то в зоне делается другая, более мощная штуковина. Ты представляешь, что будет, если её используют где-нибудь за периметром? Вот и надо узнать, кто и где её делает. А насчёт дружбы? Нет, тут немного не так. Я знаю тебя, знаю призрака. Вы тут же кинетесь мне помогать. А это помощь, пока я сам не выясню сути, да меня преждевременно уж, простите. Пока прошу об одном. Нашим говорить о том, что жив не надо. А Беттера? Хе. Там всё просто. Прямой участок, кирпичный газ, башню на автомат. Но не мог я допустить, чтобы этот говнюк вместе с бомбой слинял. Вот, значит, зачем с зачётом был нужен этот артефакт. Для бомбы? Да, задумки чёрного дока ничто по сравнению с его гнусными идеями. Может, вместе в разведку пойдём? А то призрак тебе лично подарит тот крест, что установил за моей спиной. Это какая могила твоя по счёту? Уже третья, не многовато ли? В самый раз, бог любит троицу. Нет, насчёт разведки, пока я сам. Я благодарен тебе за муху. Уж не в Москву ли ты к ней в гости собрался? Нет, кому я там нужен? По московским меркам, я бомж, первый мент меня посадит. А ты же знаешь, я и пальнуть могу. Короче, криминал. Я скоро объявлюсь, только наведу кое-какие справки. А уж потом, если версия о бомбе подтвердится, будем вместе работать. Ладно, дружище, скоро увидимся. А пока телепорт ждёт тебя. С трубы спустишься ещё одним телепортом. Не промахнись, иначе всё переломаешь. Ладно, подождём. До встречи. Это намёк на то, что мозг ломается. Ладно, прыгаем в телепорт. И во второй телепорт. Ох ты ж ёпт. Так, оказались мы на вышке. И по-моему, сейчас должно прийти какое-то сообщение или что-то в этом роде. В общем, что-то должно произойти. Ладно, пока спускаемся, наверное. Так, а что делать-то? Где хоть какая-то инфа? Я, конечно, могу пойти в Восточную Припять. Но, скорее всего, и пойду. Привет, не удивляйся, это не твоя пантера. Мне известен твой последний диалог с клыком. Думаю, наша встреча будет полезна для обоих. Но прежде, чем сказать о месте, достань жучок из своего ПДА. Тебя давно прослушивают. И не только я. На связь раньше, чем решишь эту проблему. Не выходи. Доктор, здравствуйте. Как-то нехорошо получается. В моём ПДА ваш жучок. Мы же вроде решили основные вопросы. Да, жучок планировалось установить в ваш КПК ещё до знаменитой поездки на машине смерти. Но от этой идеи мы отказались. Тогда вполне хватило наблюдения со стороны небезызвестного звездочёта. Так что жучок не мой. Вспомните, кому вы отдавали свой КПК. С того и спрашивайте. Док, спасибо. Я вспомнил, один кулибин в баре ремонтировал мне ПДА. Сейчас я его и навещу. А нафиг ты на связь выходишь? Этот кулибин сейчас смоется. Ну ладно, куда он денется? Идём в бар. Так, давай, пропускай меня, мужик. Проходи. В общем, по патчу там в основном фиксились разные баги. Ну и прочее, как обычно, да. Потом также довольно много изменений в плане квестов, я заметил. Ну даже не то, что прям изменений. Ну, короче, какие-то квесты открываются раньше. Какие-то позже. Какие-то моменты в квестах по фикшену там или ещё что-то вот такое. С бартером тоже что-то намутили. У Сахарова какой-то бартер для базы есть. Пофиксили вылет, когда с нулём денег пытаешься внести, собственно, капитал прожиточного минимума. Также, по-моему, какую-то там прочность понизили скату 15-му. Видимо, он теперь быстрее ломаться будет, что очень печально. Что ещё? Нерфанули бюреров, короче, немного. Некая прокачка ПДА для мастеров. Я вот это не понял. Что это? Что это? Зачем это? Почему это? Как это? Интересно, этот чмошник всё ещё на первом месте. Он, блин, продолжает фармить очки. Как? Объясни мне, как тебя обогнать? Даня Казанова. Одни чисто небовцы в топе. Как вы это делаете, блин? А, ещё, короче, контролёра, который сидит в последней комнате финальной. Его выселили нахрен, наконец-таки. Его заменили на огненных полтрегейстов. Что, в принципе, я считаю, во-первых, более логично. Во-вторых, ну, справедливо. Потому что этот контролёр просто через всю лабу своим СИ-излучением долбил уже с самого начала. Это было очень неприятно. На тебе, чёрт. Потом какие-то тайники кости некоторые убраны. Как я понял, вариации некоторых тайников. Сомнительные, как написано. Ну и вроде прям такого больше я ничего не заметил. Там какой-то ещё уникальный фотик по квесту новому. Чё за квест? Это тот, который я уже проходил или какой-то другой ещё будет. Не знаю, в общем. Как-то так. Так, а кому я отдавал? Тебе, что ли? Да. А, что-то у меня ПДА не фиксирует мёртвых сталкеров. Барахлит, небось, посмотришь? Ага, встречался я уже с таким. Давай 10 тысяч на бочку и будете всё показывать. Да, я всё это время мог включить метки трупов в своём ПДА. Капец, я тупой. Чё я не врубал-то? Ну, у меня нету денег, правда. Чё за звуки? Как будто кто-то дерево херачит. Блин, ну-ка, бармен, купишь у меня говна какого-нибудь? Я вот этот, ну, по говнокурсу готов. Вот глаз ворон. А, нет. Нет, хотя я помню, короче, глаза ворона кому-то пригодятся вроде бы. Или они уже пригождались, я не помню. Ну, короче, не буду продавать. Вот, одну рубиновую батарейку точно продам. 15 тысяч, всё, найс. Ну-ка, чумошник, давай. Всё, я теперь буду трупы видеть. Давай на тебя проверим. Ладно, что не буду. Ну что, Кулибин? Либо колись, либо молись. Мне дофени, что я в баре, и тут убивать запрещено. Эээ? Не включай дурика. Скажи, зачем ты запихал жучок в мой ПДА? Или ты такую профилактику со всеми ПДА делаешь? Это не моя инициатива, мне заплатили. Деньги тогда очень нужны были, и я взял грех на душу. Приходил человек, показал твоё фото, оставил деньги и передатчик. Откуда он узнал, что у тебя сломается ПДА, мне неведомо. Слушай, мне тут недавно кореш ножичек подарил. Говорит, такими самураи обрезание делали. Хочу попробовать на тебе этот древний обряд. Или ты всё же вспомнишь ещё что-нибудь? Больше я ничего не знаю. Тот человек был с повязкой на лице и в капюшоне. Комбез у него был несколько необычный, пепельного цвета. Я таких не видел никогда. Радиус работы жучка невелик, поэтому где-то находится довольно чувствительный приёмник сигналов. Ещё могу сказать с большой долей вероятности, что человек тут пришёл с Припяти или с ЧАЭС. Гаусс у него был монолитовский. Ладно, пока отложим древний обряд. Им патентов и так хватает. Такие дела. А чё? Всё ПДА чист. Правда выяснить, кто за всем этим прослушиванием стоит, пока не удалось. А, ну вот почистили. Я хотел спросить как раз. Скидывай картинку помещения, где я сейчас, в твой КПК. У меня проблемы, поторопись. Точно не знаю, где я нахожусь. Много коридоров. Похоже, здесь как-то это было что-то похожее на центр управления. Координат не будет, пока не будет полной уверенности в отсутствии жучков. Да, что ты говоришь? Давай посмотрим, где ты там сидишь. Какие-то коридоры, какие-то лабиринты. Найти молнию. Угу. Разыскать помещение и помочь молнии. У неё есть полезная информация. Она находится в каком-то центре управления, где много коридоров. Что же это за центр управления? Я не знаю, блин. Эм, да уж. Я вот думаю, идти или не идти. Потому что у нас есть ещё Восточная Припять. И как бы... Ну, короче, я пойду к ней. И хотелось бы, конечно, пройти всё это на одном дыхании. То, что будет там дальше с молнией. Там начнётся сюжетка, которая уже будет вести к финалу. Ну и, как я и сказал, хотелось бы уже, конечно, не отвлекаясь ни на что проходить. Поэтому я предлагаю заняться вот этими квестами. Да, это, ну, менее интересно, чем пойти по сюжету. Но всё равно рано или поздно закрывать их надо. Поэтому как-то так. Я вот не знаю, чем я займусь. Что, Восточная Припять идти или семейным очагом заняться? Э, хрен его знает. Блин, ну идти в Припять это... А у меня есть переход в Восточную Припять? Имеется! Не нужно через путепровод херачить, как конченый. Но в путепровод мне всё равно придётся спуститься, сука. Так что я не уклонюсь от этого. Так, тётки на недвижимость. Понял. А предметы быта какие мне нужны теперь? Пережитки прошлого. А, это в Восточной Припяти, да? В книжном магазине найти книгу. Глобус в школе. А цветы в школьной теплице. Фотка в общаге. И в магазине берёзки что-то ещё. Короче, да, надо в Восточную Припять двигаться. Тем более то, что у нас там есть плечко, которому нужно помочь. И в Припяти есть тётки на недвижимость. Так что давайте, наверное, займёмся реально семейным очагом. Ну и Восточную Припять немножечко зацепим. Посмотрим, чё к чему. Увидимся уже в Припяти. Рано я, конечно, запись отрубил. У черепа есть ещё некоторые свойства. Ну, то есть его можно использовать. Это не только телепорт в Тайник Монолита. Смотрите, спецтелепорт имеет два встроенных блока памяти. Что позволяет запоминать как постоянную, так и последнюю карнатой телепортации. И вот мне интересно, как это работает. Типа я сначала через телепортер должен телепортироваться. И потом у меня спецтелепорт туда будет тп хотеть. Или как это? Я вот не знаю. Но для телепортера в любом случае у меня топлива нет. У меня ни батареек, ни лунного света. Ни хрена у меня нет. У меня есть только вспышка. Но чё мне даст вспышка? Надо, короче, попробовать реально. И, я не знаю, нажать телепорт в Восточную Припять сразу, чтобы оно мне запомнило. Да, у нас Теткина недвижимость в Центральной Припяти. Но я думаю, мы ещё сходим туда потом. Так, взял с собой глаза ворона на всякие. Потому что почему-то мне кажется, будто они пригодятся, я не знаю. И я хотел посмотреть бартер. Так, вот это я не знаю, мне выкидывать, наверное, да? Хотел посмотреть бартер у Петренко. Патроны хорошие выменять. Чё он хочет за эти патроны? Так, предложение торговцев. Петренко. Ага. Нормально. Ну ладно, благо я тут уже всё разгрузил на этом сэйве. Блокнот Пантеры тоже выкину. Так, может у меня не будет вылетать, блин, когда я в бартер захожу? Нет, я именно на Петренко жму, а оно вылетает. Чё за бред? Я, конечно, других не пробовал и не хочу. Но чё это вообще такое? Ладно, пойдём так узнаем у Петренко, чё он там хочет. Потому что чё-то ПЛА не работает у нас. Видимо, его настолько мне прочистили и сломали, что не могу бартеры посмотреть. Благо Петренко рядом располагается. Можно у него лично узнать. А, ну у него в целом бартер не работает. Что? Что я не так сделал? Ну чё, блин, это после нового патча там много изменений с бартером было. И походу вот у меня сломалась механика. Не знаю из-за чего, конечно, но тем не менее. Блин, я тогда, получается, не смогу выменять у бармена ревнобор. Потому что я хотел, мне нужно костюмчик починить. Он мне покоцался немного. Возможно, конечно, с барменом работает, но я не хочу тестировать, честно. Или придётся. Да я не знаю, сомневаюсь, что именно Петренко сломался. Мне кажется, весь бартер сломался. Чё такого в Петренко? Блин, я и запас патрона теперь не смогу пополнить. Просто я не хочу опять вылетать, заново загрузку ждать. Знаете, это дело не из приятных. Тем более, что загрузка здесь явно не очень-то и быстрая. Поэтому, ладно, пока обойдёмся. Но, блин, то, что бартер сломался, это печально. Я надеюсь, у меня хотя бы рецепты не сломались. Я хочу посмотреть, как мне получить условную... Условную, что батарейка. Батарейка из жарки. Ну, кстати, могу. А лунный свет как делается? Можно из карусели, можно из жарки. Из карусели вот так, из жарки вот так. Ну, из карусели... Блин, не знаю. Мне кажется, проще батарейку сделать. Короче, водка, слюда, вспышка, хвост. Ну и жарка сама, разумеется. Так, берём всё нужное, получается. Вспышка имеется. Чё там ещё? Слюда, слюда. Одна. Капец. Ну, ладно. Слюда, в общем-то, у нас имеется. Хвост имеется. И водочку взять. Водочки у меня вообще, конечно, завались должно быть. 32, нормально. Всё, я всё взял. Осталось найти жарку. Блин, на территории бара нет жарок. Ай, чё мне теперь потеть? Ещё жарку искать? Не знаю точно, что я в тоннеле на дикой территории есть. Ну, блин, кондёхать туда ради вспышки. Ну, придётся чё. Я на дикой территории. Надеюсь, где-нибудь здесь... Вот, вот это жарко же, да? Сволочь, это трамплин. Мне нужна жарка. Желательно не так далеко. Не хочу я в тоннель идти. Ох, блин. Тут опять перестрелка какая-то всратая. Ну, кстати, я серую точку увидел на карте. Подожди, если это враг... Это враг. Да. Всё, наконец-то я вижу трупы. И никакой биорадар не нужен. Для меня всё ещё загадка. Почему у меня нет биорадара? Он же вроде по какому-то квесту должен даваться, не? Неужели я что-то пропустил? Или его всё-таки покупать надо? Ну, покупать дорого. Если покупать, то мне впадло. А если по квесту, то по какому? Нифига себе, артефакт прилетел. О, придурок. В аномалию попал. Ну, тупой. Вот тут жарки ещё должны быть. Ну-ка. О, найс. Давай-ка. Активируем свою фигню. Аномалия жарка. Отлично. Так, получается... Выбираем. Кладём вот эту шляпу. Так, выверт, колючка. Не, какая вспышка? Мне не нужна вспышка. Вспышку как раз-таки использую. Опа, следа. А, я дебил. Я вот здесь выбрал, что я буду варить, да? И оно мне типа рецепт составило. Не, я батарейку буду. О, вон, у меня сразу всё положило. Погнали. Можно типа вручную, я понял. А можно вот именно выбрать. Чё-то варить хочешь? И оно тебе всё выложит, чё надо. Прикольно. Ждём. Теперь, когда оно сварится. А чё это за красное свечение? Вот здесь. Артефакт. Да, это огненный шарик такой красивый. Ааа, я не дотягиваюсь. А если я сюда упаду, нормально будет? Вроде нормально. А обратно я выпрыгну? Блин, нет. Ну, через жарку придётся чё поделать. Фига она меня нахерачила. Где там батарейка моя, ё-моё? Сколько ещё ждать? Сколько там ждать написано? 5-10 минут. Ну, или может оно вниз провалилось? Да и вообще, в какой жарке оно сварилось? Ну, в этой, наверное, должно. Я решил дыма рекордом проверить. Вот она, тварь. А как мне её забрать? Можно ли легально забрать как-то? Ёпт. А, подожди. У меня же есть всемогущая пушка. Ё-моё. Ну, я не знаю. Грави-пушка это просто топ. Так, теперь давайте попробуем прожать телепорт в Восточную Припять. Посмотрим, какая там точка наименее нормальная такая. Наименее нормальная. Наиболее, я хотел сказать. Ну, наименее нормальная. Ну, да, тоже пойдёт. Самую дебильную выберём. А, я не могу, потому что я не открыл, типа, эту территорию, да? Тогда можно в Центральную. Хотя, я не знаю, есть ли смысл. Потому что в Центральную меня, грубо говоря, переносит армейский телепорт. Который на склады кидает там до Центральной. Два шага сделать, да и всё. Ой-ой-ой. Ладно, тогда пока затерпим. Потом это замутим, попробуем. Тогда сейчас просто идём в Центральную Припять. Искать там чё-то. Ну, я на... Чё? Бля, хоть... Чё подкрались, гады? Я думал, вы наверху где-то. А вы, оказывается... Я даже не знаю, откуда вы. Умри. Тёткина недвижимость, короче, здесь. А, смотри, вот труп бандита не отображается. А труп монолитовца отобразился. В чём прикол? Почему кто-то отображается, кто-то нет? Я до сих пор не понимаю. Ну, ладно. Походу, биорадар всё-таки нужен. Но вот она, тёткина недвижимость. Ну, не прям. Вот она. Я просто на точке. Осталось, конечно, найти эту тёткину недвижимость. Я не знаю, чё, где. Я не смотрел гайд. Но при этом я вообще не представляю, где нужно искать. Наверное, где-то в хатах. Тут, конечно, не так уж и много. Но в этой хате нету. Тут у нас был Рабинович, по-моему. Или тут был. Кстати, не помню, в какой именно. Хат это, в принципе, одинаковый. Опа-на. Это тёткина недвижимость только что была или чё? Плейбой. Нормальная у тётки недвижимость. А чё ещё я должен найти? Ну, нет, это не тёткина недвижимость. Блин, не знаю где. Кое-как нашёл, блин. Мало того, что... Ну, мало того, что гайд, да? Как бы, ну, он подразумевает свою подсказку, где находится. Так, этот гайд... Ещё сам гайд, короче, нужно искать. Потому что по семейному очагу, опять же, нихрена нет. Вот она. Нет? Блин, не она. А где? Где-то здесь как будто было. Или чё? Или я тупой? Или с другой стороны моба? Блин. А! Ну-ка, чё это такое? Походу оно. Ну, вот тут чё-то есть. Чё это такое? Да, 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 да. Походу оно. Найти украденные монеты. Золотая коллекция. Так, давай сначала прочитаем, чё я там нашёл. А нашёл я тут записку на полях. Я уже второй месяц выслеживаю гоблина. Тогда в 86-м его так и не нашли. Уголовное дело закрыли за истечением времени. Я никого не виню. Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Эвакуация. Я была ещё совсем ребёнком, но как ни странно, помню всё до мелочей. Папа хотел, чтобы мама забрала фамильные ценности, но мама настаивала, что сейчас надо брать только самое необходимое. А когда он закончит устранять последствия аварии, то мы приедем обратно в свою родную квартиру в Восточной Припяти. Подумаешь, пару месяцев разлуки. Ведь по телевизору говорили, что ничего страшного не произошло. Теперь я про него знаю почти всё. Витя Гоблин. Много лет о нём ничего не слышно. Засветился, когда пристроился барменом на свалке в ангаре у отморозков. Получив посопатки от сталкеров и долговцев, ушёл на вольные хлеба. Паскуда. Опять убивал, мародёрствовал. Недолго осталось. Папа всегда носил с собой свою любимую коллекцию монет и золотые часы на цепочке с гравировкой. Подарок от командования. А это скотина за блестяшки убила такого родного мне человека. И квартиру тоже разграбили. Я оставляю приманки в местах своих стоянок. Я специально делаю так, чтобы это чмо знало, что я рядом. Чтобы его забило каждый день и час, каждую минуту. Но он хитрый падла, посылает своих шестёрок. Мама, скорее всего, после похорон умерла. Меня забрали в детский дом. Потом учёба по направлению в институте на юридическом. Конкурсы красоты. Пару лет работы за границей. Потом внешняя разведка. Но это потом. А сейчас кровная месть. Какой-то лох ходит по пятам, подбирает мои приманки. Я разберусь с гоблином, а потом уберу и эту любопытную варвару. Я что ли? Чё обзываешься? Ладно, и чё у нас-то по итогу? Найти укороденные монеты. Ценность этих монет не в том, что они золотые, а в том, что они редкие. Но человеку, далёкому, с узким мировоззрением, такому как гоблин, этого не понять. Что он мог сделать с коллекцией? Пропить? Продать? Проиграть в карты? Спрятать до лучших времён? Не знаю, но где-то в этой бандитской среде монеты должны засветиться. Ага. И чё у нас дальше? ХЗ. Я пока что никаких меток не вижу. А, ЧС-2. Бункерные крысы. Ясно. Но мы туда пока не пойдём. Мы, наверное, пойдём в Восточную Припять, да? Или чё? Или всё-таки душим семейный очаг жёстко? Блин, ну я бы хотел просто для хаты ещё в Восточную... Да, пойдём Восточную Припять плевать вообще. Пофиг. Пофиг, пусть, пофиг. Я в Восточной Припяти, меня выкинуло рядом с... Гастроно. Гастроно, короче, вот меня рядом с этим выкинуло. И здесь у нас долго соседят, собственно. А вот и плечко. Привет, сержант. Снова встретились. Привет, меченый. Какими судьбами тебя сюда занесло? Воронин сказал, что вы тут лагерем стоите и готовитесь выбивать монолитусов с юбилейного. Должна подойти ещё группа в подкреплении. Возьмёте ещё одного бойца. Есть такое дело. Вторая группа зайдёт с другой стороны, но от помощи не откажемся. Присоединяйся. Тогда чего ждём? Пошли монолитовцам нервы пощекочем. Задание обновлено. К бою, блин. Это же вот это здание, верно? Я же не путаю. К сожалению, за столько лет в Восточной Припяти я всё ещё плохо ориентируюсь. Хотя, чё тут ориентироваться? В принципе, все здания понятны. Вот она шкила. Детский садик. Прачка. Я забыл, чё это. Общага же, да? Или чё? Вот это госпиталь, по-моему, какой-то там больница. Книжный магазин. Ладно, нормально я ориентируюсь. Всё, я наврал только что. Потопали, потопали. Подстаю и иду вперёд. Или чё? Или всё-таки, ладно, давай со всеми пойдём. По нам уже садят, ёпта. Мужика убило. Армейскую аптечку кто-то выронил. Моя будет. Кто тут снайперит так неплохо, а? Минус снайпер. Ладно, идём на штурм. Здорово, мужики. Ай, блин. Больно. Давно не виделись. Моя кота, она по вам скучала. Так, подожди, подожди, подожди. Бам. Отлично. Аптечку. Погнали резину устраивать просто. Здорово, мужик. Ну ладно, я большинство трупов стал видеть. Уже неплохо. Некоторые всё ещё не вижу, конечно. Но грейд помог. Блин, нифига они мне влупили вдвоём. Да я... Да нет, дотянуться что-то не могу. У меня катана, конечно, длинная, но не настолько. Просто в упор подходить опасно. Они вот, видите, пиндюлей дают неплохо так. Поэтому я вот как-то на расстоянии стараюсь. Из-за этого часто не дотягиваюсь, потому что не чувствую как-то рейндж. Ой, это катаны. Хотя он увеличенный определённо. Нормально. Пока что режем. Так, ладно, вы там пока воюйте. Мне нужно срочно подлутаться. Особенно подлутать тех челов, что с валами. А вот ещё найду интересное. Ну, я про патроны. Ну, что-то они все, блин, с фэнками, какими-то ктарами, да? Или как они называются. О, вот с валом, мужик. Нормальный мужик, иди сюда. Ну, хотя как нормальный. Ты монолитовец? Ты априори ненормальный. Снайпер тут валяется. На нафиг. Ну, снайпер в начале перестрелки зарешал. Он там подубивал немножечко. Так, плечко, я смотрю, танкует. Но плечко бессмертный, скорее всего. А бойцов долго осталось уже мало. Я смотрю, на карте как-то не густо. Просто бегает бешеный стрелок с катаной. Зачищает целые этажи. Нормально? Это народная солянка. Но прочность костюма, я смотрю, у меня солидно прямо улетает. Либо я просто давно не чинил. А может и то, и другое. Надо посмотреть. У меня вот последний раз когда стрел было 85. Стало 80. О, ё-ё-ё. Не, прям прочность солидно порезали скату. Намного быстрее будет ломаться. Эх, ё-моё, прикрыли халяву. Ну, имею в виду халяву, что такой костюм долго живёт. Ну, надо ждать, пока бартер починят. Ну, хотя, скорее всего, это только у меня какая-то проблема, я не знаю. Ну, справедливости ради, я не заглядывал, конечно, в чат. Может, у кого-то ещё. Но я думаю, если бы у кого-то ещё было, то там сразу бы фиксанули. А так, похоже, там у всех всё в порядке. А я, как обычно, самый проблемный. Так, на крыше никого. Снайпер тут был. Да, всплыл. Ну, трупов на карте прям хорошо насыпано, мне нравится. Так, на крыше никого, в общем-то. Зря я сюда поднимался. Но где-то ещё есть фанатики. С кем-то всё ещё воюем. Однако я чё-то никого не вижу. Ребят, где вы их находите? Поделитесь. А-а-а, нифига, бегает сумасшедший. Ах ты, падла. Живучий гад. Всё, победа. Это был последний, вот он и бегал. Поговорить с Пличко. Ты где? Вот ты где. Стоямба? Нет, да. Ты Пличко. А чё не говоришь? Либо надо дождаться, пока он встанет на своё место. Я слышу, как какой-то монолитовец просит о помощи. Почему вы его не добьёте? Капец, тут по телам ходят прям, ужас. Чё происходит? Братья, я не могу двигаться, говорит. Бедняжка. Да бейте его уже, где он? Чё вы встали здесь? А-а-а. Всё, я всё порешал. А, ещё один, ничего себе. Вас тут двое. Может поэтому со мной Пличко не разговаривал? Пличко, стоять. Нет. Всё ещё молчит. Ладно, ждём, пока он дойдёт до своего места. Но, по всей видимости, вот его место. Да. Ну что, сержант, юбилейный ваш. Да, спасибо тебе за помощь. Мы теперь тут лагерем стоять будем. Забегай на огонёк, если будешь поблизости. Непременно. До встречи, сержант. Задание выполнено. Отлично. Так, ну я пока что, наверное, в Восточной Припяти по большей части ради семейного очага. Поэтому сейчас мы будем искать шмотки для хаты. А то, что тут будет потом какой-то ещё мужик, которому нужно будет стволы таскать, это всё потом. Пока что давайте сделаем фокус на семейный очаг. Тем более то, что он не слишком длинный. Нормально будет, в общем. Я вам понаеду. Такие дела. Матвей. Мне нужна, по-моему, мнжике рядом урод дерево острых и мы. Ну, короче, по-моему, он где-то вот в этих зданиях будет. Дело за. Потом, потом. Матюха, Матвей. Блин, как тебя сокрасить? Короче, Мотя, подожди, ё-моё. Потом, когда-нибудь. Меня больше интересует пока что другое. Так, получается, что книга в книжном. В принципе, пофиг. Глобус в школе, а цветы в школьной теплице. То есть, рядом. Ну и всё, как бы. Поэтому нам тут чисто глобус искать. Ну, по кабинетам, наверное, шариться надо. О, нифига себе, какой красивый. Нормально. Так, глобус нашли. Теперь нужна школьная теплица. Она где-то... А, ну вон её вижу. Даже ПДА не пришлось смотреть. Тут где-то монолитовец. Ты кто? Богдан-артист. Богдан, успокойся. Нормально всё. Я уже ухожу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ребята. Ладно, они вроде сюда не идут. Надо срочно искать цветы и уматывать. Вот они. Кактус. Нормальные цветы. Зачётные. Так, ребят, я пошёл. Мне вообще не нравится то, что тут химеры какие-то и прочая шляпа. Пойдём за остальными частями быта, скажем так. Так, книжный магазин. Охраняется у нас монолитовцами. В принципе, это ожидаемо. Но их тут мало. Я думаю, можно и порезать. Офигенно выдержал. Три удара. Это так-то много. О, кого-то убили без меня. Молодцы, спасибо. Так, на. На. Следующий. О, нефига, вот тут бинтов насыпали. Но мне они не нужны. Я вообще бинтами не помню, куда бы с ней распользовался. Так, ну, в общем-то, по наехавших мы уничтожили. Теперь пойдём искать книгу. Не думаю, потому что это прям сложно. Где-то она здесь должна лежать. Мне показалось, как будто вот здесь, между шкафами, но нет. А что тут одни эти, я вам по наеду? Никакого разнообразия. Чисто везде. Я вам по наеду. А, ну вот. На новые земли едемте с нами. Едёмте. Так, а собственно, полки-то я обыскал, вроде. По крайней мере, посмотрел. А книги... А, вот она, всё нашёл. Наныл. Чё там за книжка? Давай посмотрим. У меня уже три мышки наружке успела заспавниться. Когда? Зачем? Книга афоризмов. Глупо надеяться совершить что-то глобальное. Например, установить мир во всём мире. Устроить счастье для всех, но каждый может сделать какое-нибудь маленькое дело, благодаря которому мир станет хоть чуточку лучше. К примеру, застрелить кого-нибудь. Ага. Возон. Комнатные цветы. Кто-то к ним равнодушен, а кому-то без них и белый свет не имел. Хорошо, что я нашёл кактус. Холод рассказывал, что его поливать почти не надо. Вот такой цветок по мне. Глобус. Трёхмерная модель Земли или другой планеты, а также может быть модель небесной сферы. В отличие от карт, на глобусе нет искажений и разрывов, поэтому глобус удобен для получения общего представления о расположении материков и океанов. И письменному столу он также придаёт особый статус. Так, остаётся общага и магазин. Там берёзка, дуб, клён, сосна, тополь. Он точно не нужен. Чё тут за буйный какой-то сидит? Успокойся, мужик. Сидит, пердится свои снайперки. По кому? Зачем? Блин, общага большая. Тут уже, конечно, трудно будет искать. О, нормально. Энергетики. Ой-ой-ой, ладно, благо есть, блин, отдельное прохождение семейного очага от Шкрэка. Ё-моё, вот. Благодаря нему только и нахожу. Ну чё, надо учиться у лучших. Правильно, правильно. Ладно, я посмотрел. На самом деле зря смотрел. Оно как-то особо-то и не запрятано. Так, в общем-то... Блин, аномалия. Иди-ка ты в баню. Охренеть, она мне нафигарила. А чё она тут? Это мне так повезло? Или она здесь запланирована? Ладно, я вроде успел пройти. Правда, всё равно больно. В общем-то... Подождите, я сейчас посмотрю, чё в этой рамке, да? Нормально. Мишки. Косолапые. Блядь. Я сейчас тоже косолапый буду с такими прыжками. Ладно, теперь нам нужна берёзка. По-моему, она вот где-то в той стороне. Да, вот она. Бериска. Ну, скорее всего, это не как И читается, да? Я не шарю. Ну, могу прочитать, как ты на казахском. Бериска. Нормально? Так. И, короче, где-то здесь нам нужна вот такая вот каёбочка. В которой, ну, не мины, конечно, но вот что-то другое. Какие-то вкусности должны быть, которые нам... Вот, вот эта каёбочка. Да, тут у нас, смотри, какие-то аппараты, какие-то магнитофоны, кассеты, ёбин-бобин. И ещё какой-то предмет, который не подбирается, к сожалению. Ну-ка. Да, видеомагнитофон. Кто не помнит, после развала Советского Союза, первые видеосалоны с телевизорами «Горизонт» и видеомагнитофонами «Электроника». Рэмбо, «Команда», «Скобра», «Терминатор». А ночные просмотры «Эммануэль» в общежитии. Да, были времена. Запретный плод, он сладок. Но с каждым новым поколением он всё больше теряет вкус и всё меньше становится запретным. Ну и, собственно, видеокассета. В застольные 80-е что-то не из мира сего. В 90-е постепенно выходит из моды благодаря лазерному диску. А в нулевые на смену диску приходит флешка. «Утро в сосновом лесу. Картины русских художников Шишкина и Савицкого. Работа детально передаёт состояние природы. Показан не глухой дремучий лес, а солнечный свет, пробивающийся сквозь колонны высоких деревьев, чувствует приближение утра и развеющиеся медвежата». Пон. Ну что, на болото. Что-то дым от раскорки так и не пропал. Ладно, заходим. Опа. Всё, новое задание. Общество потребления. Давайте сначала посмотрим, что у нас куда вместилось. Вот, собственно, у нас теперь картина. Магнитофончик с кассетками рядом с телевизором. Красиво. На столе действительно появился глобус, кактус, ну и книжка. Всё. А вот ещё у нас второй кактус появился. Два кактуса. Слушайте, ну я тут уже так солидно обустроил, да? Если так посореть, то, в принципе, выглядит жёстко, я считаю. Нормально. Ладно, на этом будем заканчивать. Но сначала давайте посмотрим, что там дальше. Общество потребления. Сколько человеку не дай, ему всё мало. И вот опять чего-то не хватает. Пары ковров и... Загуглю, пожалуй, ударение, чтобы меня опять не назвали неучим. Будем обучаться в прямом эфире. Пары ковров и торшера. Настольные лампы и мягкой подушки. Ковры в заброшенных домах могут быть. Старая деревня. Настольную лампу на территории завода на Янтаре поищу. Осветительных приборов типа абажура. Множество в пещере пилигрима на неразведанной земле. Ну а подушку я видел на блокпосту военных на кордоне. Но сдаётся мне, что и на этом я не успокоюсь. А пока с богом. Офигеть. То есть старая деревня. Янтарь. Неразведанная земля и кордон. Ёпта-мопта. Ну спасибо. Ещё и на ЧС-2 за украденными монетами нужно будет идти. Ладно, господа. Продолжен двигаться по семейному очагу мы в следующей серии. Да, возможно, это не самое интересное занятие. Но для меня оно, во-первых, новое. Потому что я никогда семейный очаг не проходил и не видел. Но, во-вторых, всё равно это часть мода. И её нужно будет обязательно пройти. К молнии мы пойдём в самую последнюю очередь. Когда разберёмся с семейным очагом и восточной Припятью. Когда у нас не останется больше заданий. Хотя это плейбой. Я не знаю, обязательно ли нужно идти к молнии, чтобы задания с плейбоями выполнить. И вообще, когда я его выполню. Но вот, в общем, закроем все квесты. И потом уже пойдём к молнии. Потому что там уже будет сюжетка до финала практически. Ну и хотелось бы её на одном дыхании пройти. А пока, всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Прожимайте уведомления, чтобы не пропустить следующие серии Народной Солянки. Вступайте в группу, заходите в телегу. Всё есть в описании. В описании есть также ссылка на плейлист. В случае, если вы не видели прошлые серии, обязательно посмотрите их. Всем спасибо. Все свободны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok